Здравствуйте, зрители канала Заметки Нумизмата! Сегодня мы подведем итоги конкурса, который я объявил чуть больше недели назад, и напоминаю вам о призе этого конкурса, 5 копеек 1788 года, время правления Екатерины II, монета достаточно хорошей сохранности, с хорошими деталями рельефа, остаточным чеканным блеском. Я думаю, что монета порадует победителя конкурса. Ну и напомню вам вопрос, только, пожалуй, сначала сделаю одно важное замечание. Больше 40 ответов было подано, из них несколько правильных. Большинство людей просто переписывали данные о тиражах из каталога. Но давайте вместе с вами подумаем, задавал бы ли я вам вопрос, если для ответа на него нужно было просто открыть какой-нибудь справочник. Наверное, это просто неинтересно. Однако в любом вопросе часто содержится подсказка на ответ. Те, кто эту подсказку услышал, конечно же, ответят неправильно. Итак, напомню вам вопрос. Какая золотая монета, начеканенная в Российской империи с датировкой первой половины 19 века была начеканена самым большим тиражом. Такой монетой являлся золотой дукат, чеканившийся в Российской империи для, в основном, нужд внешнего обращения, да и внутреннего накопления тоже. Именно дукаты назывались в Российской империи червонными или червонцы. Формально эта монета не имела номинала, но приравнивалась условно по весу и размеру к трем золотым рублям. Поэтому в Российской империи вплоть до революционного времени червонцем назывались именно трехрублевые монеты, выпущенные как в золоте, так и в плачете. А вот десятирублевые монеты именовались империал, но и в свою очередь пятирублевые монеты полуимпериал. Правильный ответ — золотой дукат, червонец с датой 1849 года, начеканенный тиражом предположительно свыше четырех миллионов экземпляров. Приводятся разные цифры, чаще всего звучит цифра 4 миллиона 400 тысяч экземпляров за все время чеканки монеты с этой даты. Это самый массовый дукат или червонный, выпускавшийся в Российской империи. Поступило восемь абсолютно правильных ответов, зачастую содержащих объяснение ответа, что очень важно. Люди не просто догадались, угадали, а описали, почему именно они считают, что именно эта монета самая массовая. И мы коллективом канала приняли решение поощрить всех давших правильный ответ. Ну, главный приз у нас один, и он достанется тому, кто ответил самым первым, как и требовалось по условиям конкурса, а остальные получат поощрительные призы, выраженные в серебряных монетах времени правления Николая II, малых номиналов 10, 15, 20 копеек, которые будут предоставлены желающим, то есть семи правильно ответившим. Я могу назвать ники победителей, но насколько верно их смогу прочитать. Вы уж извините, если в каком-то ники немножко ошибаюсь, так как, естественно, лишь читаю англоязычные подписи. Итак, Лев 713 получает поощрительный приз, серебряную монету времени правления Николая II, Eclipse-67, также ответивший 14 мая получает поощрительный приз, Порторгеймс. Извините, если неправильно произнес, но я думаю, что владелец Ник узнает себя и сможет написать. Ответил он 13 мая в 15 часов 50 минут, также получает в виде поощрительного приза серебряную монету времени правления Николая II, Post4Games на Яндексе, ответивший 13 мая в 15 часов 50 минут, поощряется серебряной монетой времени правления Николая II, Андрей Ефр на Яндексе 13.05, ответивший в 10 часов 10 минут, Dread66607 на Mail.ru, 13.05, 8 часов 58 минут, Евгений Рыжков, так прочитал я этот ник, тоже 13.05, ночью в 6 часов 44 минуты или ранним утром успел прислать свой ответ, Микерос на Яндексе, ответивший 12 мая в 21 час 37 минут, и наконец победитель получающий главный приз 5 копеек 1788 года с буквами ЕМ НАК 75 на Яндексе, ответивший 12.05 в 20 часов 02 минуты. Поздравляю всех победителей, всех поощренных призами, мы свяжемся с вами по вашей электронной почте и в дальнейшем оговорим, как вы можете свои призы получить. Еще раз поздравляю вас, спасибо за активность, спасибо за ответ, будьте внимательны, смотрите наш канал, через некоторое время вы увидите новые конкурсы, принимайте в них участие, призы вас не разочаруют. До следующих встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok